В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. На первой в этом году встрече подвели итоги прошедших праздников, а также рассказали о работе служб и ведомств за отчетный период. Подробности в материале моих коллег. Первая неделя 2023-го прошла без резонансных происшествий. Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка во время новогодних праздников. Служба в усиленном режиме продолжается и сейчас. За последние 7 дней в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило более 2000 обращений. За прошедшую неделю было одно убийство. Здесь в торговом центре на Волковской 2. То есть охранник с охранником подрали. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. И также в Котельниках сейчас Следственный комитет проводит проверку. Было похищение коммерсанта. Длинные выходные прошли спокойно и по линии МЧС. А на прошлой неделе на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 5 возгораний. Все в черте городского округа. 9 января в 6 часов 29 минут Матяково, улица Буденного у автобусного павильона обгорел автомобиль «Кондай» по всей площади. Пострадавших нет. Также 9 января в 9 часов 8 минут Люберец, 23 километра на Воризанской шоссе. На данной территории это СНТ. Трехэтажный кирпичный жилой дом обгорел внутри по всей площади. Пострадавших нет. В этом году в округе проделают большую работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 запланировано проектирование и строительство линий наружного освещения по 42 адресам, капитальный ремонт 61 МКД, замена 16 лифтов и завершение реконструкции ВЗУ на улице поселок Калинина. Там будет установлена станция водоподготовки и станция обратный осмос. Данный водозаборный узел снабжает более 17 тысяч жителей чистой пьевой водой. Участникам встречи рассказали о проведенных и запланированных мероприятиях в парках городского округа, а также о первых спортивных успехах люберчан в этом году. В конце совещания председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева вручила Владимиру Волкову диплом за призовое место во всероссийском конкурсе среди муниципальных сайтов СМИ. Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.